на холод вы действительно защищаете наши рубежи в стране идет война страшная война и много людей гибнет за то чтобы не отдать и пяде нашей земли но самое главное предательство происходит здесь которая делает наша власть в стенах этого здания они хотят скопом продать всю нашу землю для того чтобы украина осталась только на географических картах для того чтобы мы как ее граждане висели в воздухе и ходили по чужой земле которую продадут транснациональным корпорациям смотрите что они творят они разрушают медицину они разрушают образование и мы молчали они уничтожили банковскую систему они распродают стратегические предприятия которые обеспечивают нашу жизнедеятельность и безопасность страны и сегодня они решили сделать самое страшное продать то за что борются наши солдаты за то что борются наши люди за то что боретесь вы нашу землю представьте что на этой земле скоро появится хозяин и это будет именно заокеанский хозяин потому что наша кредитная система не помогает нашим сельхозпроизводителям они не в состоянии платить по этим кредитам кредиты за рубежом минимальные транснационалы скупят абсолютно все потому что наши не смогут с ними конкурировать и сказки о том что они принесут сюда технологии они принесут сюда то что будет увозить наши продукты за границу продавать нам потом по высокой цене импортируя назад друзья мы не должны это позволить даже бандитская верховная рада которая приняла грабительский бюджет налоговый кодекс не проголосует за снятие моратория на землю они решили поступить как поступила предыдущая власть с помощью конституционного суда изменить полномочия власти а эти хотят разрешить продажу земли они решили купить судей они назначили баснословные зарплаты вдумайтесь почти полмиллиона гривен в месяц они им дали только аванс проголосовав закон в первом чтении но если они снимут мораторий то люди которые сидят здесь и принимают решение будут получать 6 миллионов в год а когда выйдут на пенсию будут платить 80 процентов от этого за счет того что они продали наши интересы продали нашу страну продали нашу землю я хочу чтобы нас слышали судьи чтобы они понимали что мы полны решимости и нам терять нечего если мы потеряем землю мы потеряем нашу страну мы здесь перестанем быть хозяевами они хотят превратить нас сирийцев чтобы мы искали себе новую землю и были беженцами мы этого не позволим друзья мои я думаю что это последний рубеж последняя баррикада и потому что когда мы молчали и они делали свои грязные дела у них вышло они думают что у них получится эта афера я думаю что мы все должны объединиться все должны работать с друзьями соседями смотрите сегодня здесь снова присутствует всего два телеканала посмотрим кто вечером покажет саму проблему они хотят это сделать тихо они блокируют сайты они вчера похищали наших активистов они сегодня давят абсолютно на всех тех кто нас поддерживает я благодарен вам за то что вы не боитесь я благодарен вам за то что вы действительно понимаете за что вы боретесь друзья мои вместе обязательно добьемся результата и я уверен что вместе мы заставим их слышать основной носитель власти как записано в конституции народ украины ребята держимся давим получим результат спасибо это том чтобы они вдумайтесь приняли решение что украинцу простому мешают по конституции продавать землю эти проходимцы при януковичи проголосовали уничтожив власть и отдав ему все диктаторские полномочия которые потом привели к революции сегодня им дали зарплату я хочу чтобы вы все думались в эту цифру четыреста восемьдесят тысяч месяц плюс надбавки и по жизни на восемьдесят процентов этой суммы им будут выплачивать за что за то чтобы они подмахнули опять бумагу которая лишит украинцев последнего земли я хочу вам сказать что сегодня решается судьба украины сегодня дни когда либо нас поставят на колени заберут землю отберут зарплаты пенсии нас уже уничтожают по всем направлениям они думают что мы все испугаемся они думают что мы уйдем они считали что вчерашние репрессии заставят людей сегодня не выходить это мы посмотрим и сегодня и завтра и послезавтра мы будем еще смотреть на то как они будут править они думают что они пришли навечно они лишили нас лекарств или сидит какой-то министр который рассказывает что украинцев не надо лечить вчерашнее требование мвф прекратить рост послушайте рост прекратить заработных плат а каком росте они говорят людям есть нечего происходит целенаправленное уничтожение украины если нас лежат земли не останется ничего люди будут покупать себе кусочек земли чтоб трунулих ты и мы должны на все это смотреть и молчать потому что правят патриоты какие они нафиг патриоты патриот тот кто любит свою страну патриот это в результате правления которого люди стали жить лучше патриот это тот кто помог своей стране не верьте телевизором верьте своему холодильнику и вы знаете прекрасно что происходит в стране сегодня люди дорогие друзья мы сегодня не просто пришли под конституционный суд именно здесь готовится главная зрада по продаже земли страны и мы должны им сказать что мы если надо вытащим их оттуда если надо придем туда здесь кто-то говорил почему они к нам не выходят они никогда не выходят народу но если надо мы придем к ним и это было уже не раз они думали что терпение народа бесконечно мы должны сказать им одну простую вещь и после не слышать от своих кабинетах мы не дадим продать землю украины мы не дадим им этого сделать так или нет мы должны понять мы ответственны за своих детей чтобы нам оставить детям землю а не проданное пространство эта земля украины и по клаптику собирали и что теперь за 600 миллионов которые не хотят опять украсть отдать землю это паразиты которые не думают о стране каждый день каждый день ухудшается ситуация я вам обещаю что партия за житя будет бороться вместе с вами скажите где все эти патриоты где это батьевщина где эти радикалы где этот оппозиционный блок где они все все куплены или запуганы они нас не запугают они не запугают народ украины слава украине держи вот же ты знаете вы сегодня видите вот тысячи людей здесь потанционным судом это суд который сейчас года на бумага от 50 депутатов о том чтобы обход законов продать землю украины вчера наших активистов забирали из дома вчера терроризировали наших всех на партии боялись чтобы сегодня выйдем бояться своего народа и вы видите людей только больше не будет больше и больше ничего не боимся потому что мы отставим одно право украинцы жить на его земле я вообще не понимаю как можно продать свою землю этого не делают никто никогда и все честными глазами говорят ничего страшного страшно если у нас заберут землю у нас не останется ничего поэтому мы здесь есть будем здесь только сколько надо и пусть они не думают за этими градами вот здесь вот этот конституционный суд примет опять решение которое принимал уже при януковичи мы прекрасно помним решение этого суда а теперь за это же им платят по 480 тысяч в месяц как такое может быть когда нам рассказывали что не будет больше специальных пенсий не будет специальных зарплат что не будет вот таких вот моральных уродов которые по полмиллиона в месяц будут получать а человек будет получать тысячу и выживать на нее вот поэтому мы здесь и мы никого не боимся и люди которые с нами никого не боятся и нас не запугают ни патриоты не проходимцы вот это вот мы поэтому здесь спасибо в верховном совете зарегистрирован законопроект которым буквально узаконена взятка этим представителем конституционного суда они будут получать зарплату порядка четырехсот восьмидесяти тысяч гривен в месяц а когда выйдут на пенсию четыреста восемьдесят тысяч гривен в месяц представьте почти 6 миллион а когда выйдут на пенсию они будут получать 80 процентов от этой суммы 5 миллионов пенсия в год вы представляете такой пенсии это узаконенная взятка за сдачу национальных интересов украины за продажу ее земли последнего ресурса который находится в распоряжении народа происходит целенаправленное уничтожение украины если нас лежат земли не останется ничего люди будут покупать себе кусочек земли чтоб трунулих ты и мы должны на все это смотреть и молчать